украинское руководство само по себе очень скупо комментирует и комментирует даже так не в прямую как бы намеками но тем не менее с украинской стороны появляется и видео и вот мы смотрели видео пленных например видели с вами и о том что где находится украинские военные когда они фотографируются или снимают видео на фоне зданий в населенных пунктах и так далее но не позиция не тем более замысел не какие-то там я не знаю планы возможное развитие событий пока не не фигурирует в этих самых комментариях поэтому мы ужасно благодарны нашим коллегам и политологам и специалистам и экспертам которые выходят и объясняют примерно что происходит вот например политологи и горчишков всегда здорово нам все объясняет доброе утро и пор доброе утро я правда по старой университетской привычки назвал георгий егором да извини пожалуйста вот значит действительно что происходит что украинской точки зрения вот условно говоря это какой-то такой рейд который должен изменить весь ход войны или это какая-то тактическая тактическая штука как расценивают уже наверное не население которое там смотрит по телевизору интернету а как расценивают специалисты политологи социологи все происходящее ну давай скажем прямо окончательный замысел этой операции не военный не политический пока до конца не известен на этот раз украинского руководства и командованию удалось удержать его в секрете в отличие от прошлогоднего контрнаступления поэтому пока все эксперты строят только догадки и штука тут получилась сильная она такая комплексная с одной стороны она решает наверняка военные задачи с другой стороны задачи политические ну а политических уже вы говорили в эфире действительно нанесен определенный ущерб имиджу путина посеян вероятно некий разброд в российских элитах кроме того для запада тоже важно что наконец ход войны который казался уже законсервированным где не может произойти ничего нового вдруг взрывается совершенно новым сюжетом ну и так далее политических смыслов много в чисто военных смыслах но тут очевидно что украине не хватает сейчас боеспособных воинских подразделений чтобы защищаться на в донецкой области там идет медленное продвижение российских войск поэтому вполне вероятно опять-таки не будучи военным стратегом я могу только предполагать что курская область поскольку там зона ответственности российской группировки север у казалось бы причем тут север да но группировка это пришла из ленинградского военного округа рф и вот эта группировка север сейчас увязана в боях в харьковской области если они вынуждены будут часть своих сил перебросить все-таки в курскую область вполне возможно украинцы тогда смогут выкинуть российскую армию из харьковской области и в свою очередь освободить несколько бригад для войны на донбассе ну вот это так если на пальцах ну можно еще довольно много выстроить различных смыслов были версии вплоть до фантастических даже в россии уже повторяю что украина мол хочет захватить курскую с обменять ее на запорожскую ну можем поговорить почему это все-таки из разряда фантастики но думаю это и так более-менее понятно ну как как тебе сказать тут наш военный обозреватель говорит например о том что если бы это произошло это бы был стратегический успех украины сегодня буквально произнес то есть он допускает по меньшей мере теоретическую возможность такого развития событий теоретически это допустить можно но с военной точки зрения это опять-таки сложно потому что до курс кс грубо говоря просто далеко идти то есть украине нужна тогда серьезная группировка в курской области иначе те силы которые прорвутся там городу курчатом где расположен это с технически это не так трудно но они могут в окружении попасть то есть их надо тогда очень серьезно подкрепить он но самое главное в россии все-таки ну к моему сожалению не такая критическая ситуация с электроэнергетикой как украине и хотя курс кс одна из крупнейших но если ее россия даже отключить а это официально уже было обещано что в случае появления там украинской армии аэс будет просто отключена от единой энергосистемы в россии не начнутся верное отключение электроэнергии поэтому никакого обмена на запорожскую не будет россия просто отминусует себе ту аэс на время или навсегда и тем дело и закончится у россии все-таки колоссальная территория и различных электростанций в глубине ее расположено великое множество он это конечно будет определенным успехом украины но опять-таки не решающим не настолько принципиально как ты полагаешь западные союзники имели представление о том что будет делать украина и вообще вы знали о планируемой планирующей операции официальная позиция западных стран что нет не знали консультируется с украинским правительством получают информацию мне честно говоря это с трудом верится все-таки это большая политика многие украинцы восхищены что там смелый парень зеленский уже не обращая внимание на этих американцев взял и повел американские там и немецкие танки на международную признанную территорию российской федерации вот не верится мне что он совсем ни с кем не проконсультироваться это было бы слишком рискованно ставить под удар западную военную помощь мы уже видели когда в конгрессе сша на полгода застревал пакет законов о финансировании как это болезненно сказалось на украинской обороне и до сих пор сказывается поэтому мне все-таки кажется что определенные консультации были и определенные предупреждения с украинской стороны были но то что запад не хочет их признавать его право да тут бы его правда но мне так мне кажется что просто зная вообще как развивались отношения между украины и западом в ходе этой войны может что-то изменился вот тут это вопрос к тебе будет но мне это казалось что в любых таких случаях был риск получить серьезные возражения на подобные планы мягко говоря с одной стороны а с другой стороны большой риск утечки от всякого рода союзников ну вроде не знаю там не к некоторых европейских вот поэтому мы мне доказал что это как раз менее вероятно но я не думаю что украинская сторона клала план операции на стол своим союзникам скорее всего опять-таки мои домысла да и представление как политолога что какое-то общее согласование о том что западное оружие все таки может быть использовано например на приграничных территориях россии откуда осуществляется непосредственное вторжение либо есть угроза вторжения на территории украины я думаю каким-то таким общим образом это было сформулировано и согласовано а конкретный план я думаю с учетом предыдущего опыта того же контрнаступления 23 года эти эти планы уже никому не давали потому что да по всей видимости тогда были утечки что касается возможного ответа владимира путина как я понимаю что это скорее у российских политологов наверное спрашивать и мы вот спросили у андрея колесникова конечно но чего ждут и чего если это слово местно опасаются в украине в украине мы ничего особого не ждем честно говоря понятно что россия наносит всяческий ущерб старается нанести побольше ущерба украине наверняка будут еще обстрелы и дроновые и ракетные и когда во что-то к сожалению наверное попадут во что-то существенное россияне рано или поздно и тогда путин заявить что вот это вам за курс может быть так бы и не стали вряд ли он готовит какой-то специальный ответ да он и так старается сделать все что можно придерживаясь там определенных красных линий но тем не менее поэтому ждать каких-то специальных мер но я думаю россии просто и нету дополнительных сил ну они действуют соответствии с какой-то своей достаточно дьявольской такой тактикой ну и продолжат действовать скорее всего будут стараться все-таки сорвать отопительный сезон украине чтобы украинцы этой зимой померзли вопрос что у них получится пока пока вот никак у них не выходят но ядерного удара не бояться но потому что ну как бы наверное формально с точки зрения опять же как трактуют свою собственную ядерную доктрину российские руководители как могут трактовать они мы знаем в трактовках сильны на вот то появилась угроза существования государства в лице перешедших линию границы в ссу и соответственно тогда есть причина для ядерно для применения ядерного оружия для ядерного ответа но мы пока видим противоположные сигналы если бы россия хотела продемонстрировать угрозу существования государства что действительно является формальным основанием для применения оружия массового брожения то наоборот надо было бы всячески преувеличивать украинскую угрозу говори все страшные украинцы на дрях возьмут курска будет открыт путь на москву в самое сердце наше кремль да вместо этого путин вводит режим контртеррористической операции как будто бы несколько там террористов из какого-нибудь и гил бегают по курской области и создают определенную угрозу то есть на лицо попытка россии наоборот преуменьшить значимость того что происходит это свидетельствует совершенно не подготовки ядерного удара наоборот запад может видеть что как бы кремль не грозил ядерной дубинкой там не совсем самоубийцы сидят и они не хотят превратиться в ядерный пепел вместе с некоторой частью остального мира поэтому они будут говорить да не все нормально все идет по плану ну подумаешь там где-то в углу нашей необъятной империи нам несколько районов оказались зоне боевых действий ничего исправим спасибо большое благодарю политолога георгия чижова с его помощью пытались украинскую точку зрения на происходящее понять надеюсь стала стал чуть чуть яснее чуть чуть понятнее мы продвигаемся в этом направлении